Здравствуйте, уважаемые соотечественники, друзья, гости и подписчики канала! С вами Роман Зайцев, Живу на ДВ и местное отделение КПРФ Николаевского района. Тема, которой открывался и сопровождался канал, она никуда не исчезла, она просто стала частью моей жизни. Активное освоение биоресурсов Нижнего Амура сопровождалось активной ротацией законодательства, органов природоохраны, разных других управляющих органов чиновничьего аппарата и, собственно, людей, жителей Нижнего Амура, многие из которых со времен начала активного освоения и до сегодняшних дней уже находятся под надежной защитой двухметрового слоя глины, и их уже не касаются наши земные дела, а мы продолжаем пока жить и вполне способны оценить картину, которая имеется в результате бурного развития и освоения нашего района. Сначала тихой сапой, потом все мощнее, нахрапистее, и вот уже апогей развития. Десятки заездков и сотни диких бригад в законе в 2017 году сумели выдать результат. Рыба добыча победила рыбу. Победило воспроизводство рыбы, и теперь государство вынуждено защищать рыбу от местных жителей, для которых рыба, как ни странно, необходима для жизни. И, собственно, как это часто бывает, попытки решения проблемы породили новые проблемы. И иногда возникают ситуации, в которых необходимо защищать самих жителей от воздействия последствий от ловли, ставшей опасной для них рыбы. И поэтому мы запускаем новый раздел «Человек и закон», в котором мы объективно будем освещать вопросы, свершившихся по факту перегибов на местах. И вот сейчас мы анонсируем вам небольшое превью, то есть краткую вводную часть по поводу того, что будет вас ожидать в нашем следующем тематическом видео «Спасти калужонка». И поэтому мы запускаем новый раздел «Человек и закон», в котором мы объективно будем освещать вопросы, свершившихся по факту перегибов на местах. И вот сейчас мы анонсируем вам небольшое превью, то есть краткую вводную часть по поводу того, что будет вас ожидать в нашем следующем тематическом видео «Спасти калужонка». И если тема интересна, ставьте лайкосики, чтобы нам тоже было понятно, что вам это интересно. И, конечно же, огромной и посильной каждому помощью будет подписка на канал. Итак. В феврале 2024 года в информационный отдел местного отделения КПРФ Николаевского района через незаинтересованного человека-юриста обратилась уполномоченный представитель по делам коренных малочисленных народов Севера с просьбой оказать двум жителям с самого Нижнеамурского поселения коренного народа Нижнего Амура юридическую помощь против преследования их военной прокуратурой. Потому что они считают, что в очевидной ситуации вместо защиты законных прав проживающих здесь коренных народов при осуществлении теми разрешенного традиционного лова осенней киты с соблюдением правил рыболовства военной прокуратурой и местным судом защищаются явно незаконные действия сотрудников местного отделения погрануправления ФСБ. А еще потому, что все, к кому из местных юристов она обратилась, отказались помочь по причине, как они выразились, бесполезности затеи. Ну и типа того, что зачем против ветра, да, искать защиты в суде от наезда таких вот правоохранительных органов. Но мы, досконально разобравшись в ситуации по материалам дел, находящихся в суде, не смогли поступить как буржуйские адвокаты и забояться побороться с неприкасаемыми органами власти за законность и справедливость, за национальную честь и достоинство наших исконных народов Нижнего Амура в их традиционном укладе жизни. И поэтому решили все же попытаться здравым смыслом, основанным на законе, пресечь в суде их незаконное преследование. Вот мы и попробуем разобраться, на чем основана самоуверенность должностных лиц в своей наивной, но наглой правоте и непогрешимости. Кстати, мы хотим предложить всем, кто просмотрит это видео, поучаствовать в нашем действительно народном суде по рассматриваемой ситуации. И вообще у нас возникла идея создать здесь постоянную рубрику «Народный суд» нашего совместного разбора вот таких ситуаций незаконного, должностного и судебного преследования наших граждан. Поэтому предлагаем обращаться к нам тем, кто считает, что в отношении них осуществлялось и осуществляется незаконное преследование, действия, бездействия со стороны районной администрации, правоохранительных органов, приняты ими и судом незаконные решения и нарушенные гражданские права. Мы будем придавать такие случаи гласности, ведь страна должна знать своих обличенных властью антигероев, анализировать их, давать им действительно независимую, основанную на законе, юридическую оценку и вместе принимать по ним решения нашим народным судом. Так, мы приступаем к монтажу увлекательного и залипательного контента, а самое главное – познавательного контента. А вы тем временем напишите в комментариях, стоит ли вообще заниматься этими вещами, стоит ли освещать подобные вопросы и какое вообще ваше личное мнение по отношению к тому, что происходит в рамках природоохранного законодательства. А может быть... Я все про вас знаю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова